На перемещение груза затрачивается энергия, однако при этом с точки зрения физики работа не совершается. В нашем примере обе силы перпендикулярны перемещению, ни одна из них работы не совершает. И суммарная сила, действующая на груз, равна нулю. Как рассчитать совершаемую работу, если действующая сила не постоянна? При произвольной силе работа всегда равна интегралу силы на путь, взятому по всей траектории. Движение различных тел в космосе описывается законом всемирного тяготения. Сила, действующая на тело, не постоянно, и поэтому работу вычисляем интегрированием действующей силы. Расчет показывает, что для запуска спутника требуется первая космическая скорость, а для полета к планетам Солнечной системы вторая. Она вычисляется путем приравнивания работы по преодолению силы тяжести Земли к кинетической энергии. Другой пример, когда сила не постоянна, растяжение пружины. Чем больше груз, тем больше растяжение. В этом случае работа пропорциональна квадрату перемещения. Зависимость силы от перемещения может быть и более сложной, чем для гравитационного поля или упругих сил. Примером могут быть силы притяжения между магнитом и намагничными им предметами, наэлектризованной палочкой и поляризованными ею бумажками. В этих двух примерах сила очень быстро убывает по мере увеличения расстояния между притягивающимися телами. Однако, какова бы ни была зависимость силы от перемещения, общая формула будет справедлива всегда. Механическое движение является простейшей формой движения материи. Количественной мерой этого движения может служить кинетическая энергия. Кинетическая энергия аддитивна. В нашем примере кинетическая энергия равна сумме кинетических энергий каждого партнера. Если сумма сил, действующих на предмет, равна нулю, то его кинетическая энергия будет сохраняться. Например, при горизонтальном движении, когда силы трения пренебрежимо малы. Кинетическая энергия будет сохраняться и в том случае, когда действующая сила перпендикулярна скорости. Ситуация характерная для вращательного движения. При наличии трения возникает момент сил, который уменьшает кинетическую энергию. Если кинетическая энергия связана с движением, то потенциальная обусловлена взаимным расположением тел и характером их взаимодействий. Гравитационным, упругим, электрическим. В потенциальном поле работа не зависит от формы пути, а определяется лишь положением точек начала и конца пути. В нашем примере маятник приходит в самую нижнюю точку траектории разными путями. По большой дуге справа и по малой слева. Хотя исходные точки разные, они находятся на одинаковой высоте. Работа сил тяжести не зависит от формы пути. В нашем опыте шарик достигает нижней точки разными путями, по большой дуге и по малой. В обоих случаях кинетическая энергия в нижней точке одинакова. После среза нити шарик попадает в одно и то же место. Потенциальная энергия неаддитивна. При отсутствии электрического поля крупинки в масле распределены хаотично. Включим поле. Крупинки поляризовались и взаимодействуют не только с внешним полем, но и друг с другом. Потенциальная энергия системы равна не только сумме потенциальных энергий ее частей, но включает и их взаимодействие. На чаше изображены эквипотенциальные линии. Траектория шарика, движущегося безначальной скорости, всегда им перпендикулярна, так как действующая сила направлена в сторону противоположную градиенту потенциала, а проекция градиента потенциала направлена от центра к периферии. Если на систему действуют лишь консервативные силы, то ее полная механическая энергия сохраняется. Потенциальная энергия переходит в кинетическую и наоборот. В реальных системах полная механическая энергия со временем уменьшается под действием сил трения. Увеличим силы трения. Интенсивность диссипативных процессов резко возросла. Колебания могут затухнуть и под действием внутренних сил трения. В данном случае диссипационных процессов в материале. Если сила трения равна действующей силе, то кинетическая энергия увеличиваться не будет. Движение происходит с постоянной скоростью. Вследствие диссипации механическая энергия уменьшается. Фундаментальный закон физики, закон сохранения и превращения энергии, лежит в основе современной техники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok